так ребятки всем привет ну что как и обещала бутылочка вина любимые бокалы кто сегодня со мной милости прошу приглашаю за мой стол так бутылочка вина еще раз говорю так албаска сырок лубничка горошек и угадайте какой фильм есть сегодня буду смотреть вместе с вами фильм который у меня называется дежурный я его очень люблю смотреть то же самое как и ешь молись люби но более в хорошем настроении секс в большом городе полнометражный фильм первая часть помните там где у нее должна была быть свадьба и когда она у них отменилась она решила поехать с подругами на море в мексику слушайте какая-то параллель до проводится а так всем привет всем привет желаю хорошего дня хорошего настроения поднимаю в очередной раз бокал сейчас начнется сколько можно пить алкаших и так далее надеюсь таких людей сегодня будет я думаю белое вино полусухое кстати совершенно не мешает нашей жизни жить сейчас начнется что ты кушаешь друзья мои сегодня у нас клубничка сыр который похож на дурблю который я не перевариваю но недавно я для себя открыла сыр который называется блокитный то есть голубой он похож на дурблю но намного намного понежнее и повкуснее вот она и как всегда моя любимая сырокопченая или такая прям на похоже на бустерму колбаска о господи аж слюни текли я последнее время кушаю очень очень много вот этой вот штучки любите горошек зеленый оказывается это просто прямая как называется клетчатка в клетчатка короче говоря боже я торможу в общем вот такой у нас сегодня стол секс большом городе полнометражные первая часть вкусная еда вкусное вино вот и моя хорошая компания перед тем как завтра улететь я обещала выйти прямой эфир и вот сегодня я буду с вами так кто там к нам присоединился всем привет я начинаю читать так о викулечка привет моя дорогая зайка я тебя тоже там давно не писала надеюсь тебе все хорошо я не дразнюсь просто ты знаешь что я всегда когда выхожу сюда обычно это все происходит так что позвольте мне выпить глоток за замечательный день кстати друзья мои я хотела сейчас там по отвечает на кучу вопросов которые вы мне позадавали инстаграм так тормозит и так тупит что все сообщения которые я отправляю они тупо зависли и не отправляются поэтому отвечу попозже я пока буду прямом эфире я кстати там на один из вопросов ответила там написали по поводу как там написали все ждем твои римские приключения в аэропорту до приключения уже начались почему потому что мой туроператор позвонил и сказал что мой полет переносится на пять часов вечера я должна была лететь в час дня поэтому приключения уже начались блять и вот так теряется один день отдыха о так и что и закусываем вкусным кусочком сыра блакытный кстати очень даже недорогой те кто любят дурблю вот этот дорогущий и не могут себе его позволить поэтому зайдите в магазина но я не знаю если он там россии называется блакытный такая голубая упаковочка на которой написано блакытные русскими английскими буквами полностью соответствует и даже как по мне то вкуснее молдова привет рима давай замутим я больше ни с кем не хочу мутить не хочу ни с кем больше мутить максимум бабло все да я через join up лечу да а что ты классная хорошо выглядишь спасибо привет поднимаю свой кусочек шашлычка за тебя но всех то на шашлычках друзья давайте за хороший день за за все хорошее хорошее настроение сулугу не люблю тоже вкусно мы с винишком я ща им со вкусным пе чили впервые такой пробуете любишь мой я такой не пила я даже не знаю тебя есть тату да у меня есть тату на левой ноге но я хочу его убрать я вообще всегда была против тату потом меня переклинила сделала потом опять сказала не хочу красотка рима краснотар с тобой поздравляя отправляется на приключение о ну посмотрим твою ж мать как я тебя люблю ты огонь ангел спасибо большое я лечу в египет у меня в интернете все написано заходите ко мне на страничку и читайте друзья с праздником так еще раз очень огромная просьба все кто сейчас со мной мое имя пишется с одной буквой м пожалуйста не 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 будите вам не зверя пожалуйста обожаю прямолениных людей рима ты умничка позитивная девушка так держать а я хочу себе тату но решиться все не могу если не можешь решиться значит не делай потому что я когда решилась я решилась и сделала а решалась я долго я делала я полгода изучала иероглифы я хотела иероглифы которые приносят удачу именно не просто рисунок на теле а именно символы которые будут притягивать ту энергию которую вы на себя набиваете поэтому я долго изучала иероглифы которые себе набила и и получается когда их набивала я энергетически понимала что я хочу то что я вот набиваю я хочу в своей жизни вот так получилось что попала к мастеру который немножко не понял меня до конца и сделал не так как я хотела бы но в принципе неплохо так и базерчик привет значит я видела у тебя там несколько премьер было а что там премьера большую двадцатого делаем а ты улетаешь но я рад за тебя веселого яркого да масик я улетаю я бы с удовольствием пришла но я улетаю на две недельки поэтому я двадцать седьмого возвращаюсь ну если все будет хорошо и если что я на связи так стоп 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 кто там у меня появился инуська привет мася привет привет беларусь вы заметили что сейчас последнее время клубника какая то стала невкусная она очень быстренько вянет и темная вся оказывается это все были дожди поэтому она не очень вкусная а это вкусно пискля привет с барвару какая пискля реснички нарастил опять да я вчера нарастила реснички пришла к мастеру которую первый раз видела но на свой страх и риск я ей такое предисловие сказала я показала какое я люблю какие у меня были и последний свой опыт наращивания рассказала блять показала рану на своем глазном яблоке как это курица мастерица мне блять поранила глазное яблоко сука и нарастила мне говно на такое говно пластмассовые ресницы она бедная когда мне наращивала реснички это леночка кстати она бедная прям у меня ни единой слезинки блять не прокатилась у меня обычно у всех мастеров у меня слезы текли а почему слезы текут потому что неправильно наклеивается оказывается вот это ну фигня под глаз вот и она мне так аккуратненько все делала лена что у вас руки дрожат я боюсь что у вас не поранил лен я вас прошу не перед не переживайте если вы хороший мастер у вас все будет хорошо я вас просто предупредила о том что я последний раз попала к очень плохому мастеру и у меня были проблемы с глазным яблоком вот ну это ж как надо блять халатно относиться к своей работе чтобы сделать свою работу настолько херово в общем она умничка за два с половиной часа она мне ну как бы долговато но в то же время я себе сделала 2d тут не очень хорошо видно но аккуратненькие натурельки поняли ну как я люблю без всяких вот этих блять куклиных стрёмных ресниц аккуратненько вытянутый глазик поэтому искала искала мастера оказывается у меня под носом в салоне красоты замечательный мастер работает бедная лена леночка ну как бы она делала я ее старалась успокаивать я энергетически чувствовала что она меня боится но в то же время она не знала кто я но в то же время я ее успокаивала леночка я вас прошу не переживайте все хорошо но она настолько нежно мне это все делала я думаю господи все хорошо было так не хочу опять ругаться ни с кем и так далее в общем я когда встала ну я же ни единой слезинки не было вот все мастера у которых я была у меня у всех текли слезы у всех я же оказывается мне просто неправильно наклеивали тупо и хренью теперь пластырь и под глаз поэтому я для себя уже нашла хорошего мастера посмотрим как он будет носиться но кстати со вчерашнего дня не ни единой реснички не выпало не единой я наворачивала себе 2d 2d от десяточки до 14 рут рут короче пошла в магазин взяла себе две бутылки виски вина но если она уместится потому что чемодан еще не собрала рут кстати перенесли мне перелет на 1650 а я же тебе говорила блять так что если хочешь можешь заходить у меня еще вино есть а тебе нельзя иди поешь клубники из да иди давай заходи ко мне я хотела тебе позвонить чтоб ты вышла но думаю ты с Юлей в больнице кому я надо не пьющая да будешь пить воду с крана смотри я тебе взяла морщинскую нагазованную кстати пить хочу вот на такой воде я сижу уже второй месяц инка помнишь подсела я на эту воду блин негазированная вода это такая сила друзья вам говорю перестала есть соль практически не ем еще раз повторюсь начала чувствовать вкус еды у каждой еды есть свой вкус благодаря тому что я не ем сейчас много соли у меня начала жидкость выходить я себя чувствую хорошо мы вчера с сестрой ходили много по магазинам у меня задышки вообще не было ну даже по жаре ходили поэтому если хотите ну немножко оздоровиться ну не пейте газированные напитки ешьте по ну постарайтесь включить соль ну то есть соль максимум в крайнем случае там да немножко под супчик добавить там бульончик все ну и вот классная вещь кстати молоко перестала пить совершенно оказывается молоко это вредная вещь вообще такая вредная картошку совершенно перестала есть хлеб вообще не ем хлебобулочный не ем максимум ну иногда можно себе позволить как это называется хлеб крупнозерновой что такое блять ну я вообще не ем вот ну как бы все вареное ничего жареного не ем ну то есть чувствую себя комфортно и прям классная вещь грудь очень такой высокоинтеллектуальный комментарий грудь я молоко я обожаю молоко вы себе не представляете как я люблю молоко я люблю вот это магазинное химическое молоко холодненькое я его пила очень много оказывается молоко очень вредное для всего кисломолочные там продукта там грубо говоря кефир там вот это можно все а именно молоко говно смачно рассказываешь про молоко и соль аж захотелось руд иди ко мне заходи посидишь вместе со мной прямом эфире руд смотри у меня есть клубничка сырок колбаска и мама мне купила ведро зеленого горошка натуральная клетчатка кстати классная вещь заходы ты наверное села на диету нет девочки не села на диету я просто решила устроить маленький эксперимент себе и как мне сказали у тебя очень много жидкости в организме то есть ну мой вес совершенно не соответствует тому что люди видят да и говорят попробуй эту тему вот ну и вот очень хороший эксперимент и мне очень нравится руд ты не зануда заходи и вообще хотела шантика увидеть вино калорийное ну так я же его пью знаете когда в первой половине дня и это грубо говоря полусухое или сухое все а в чем вред молока почитайте пожалуйста информацию в интернете что такое молоко почему от него вред это очень вредно для печенки и так далее свеклу можно что за бред свеклу можно что за бред какую свеклу устала на жаре буду дома под кондиционером ах ты пизда ну и сиди себе дома и смотреть как ты смачно пьешь воду руд у меня тут идет секс в вашем городе первая часть иди ко мне черешню тоже обожаю донецкая область вам привет и вино руд а колбаска это конечно вредно но для меня сейчас очень как бы соленоватое но сейчас можно не мерзше можно сестра рядом живет да я в третьем подъезде она в первом как хорошо когда родственники живут не в с тобой квартире а рядом ах ты пизда что ты смотришь я себе включила этот в записи первую часть полнометражку люблю там где не состоялась свадьба и она уехала сама в свадебное путешествие с подругами параллель чувствуешь на каком канале римусинь это не канал я уже сказала я пью самогон чин-чин лактоза не усваивается в организме поэтому многие перешли на кокосовое овсяное миндальное и так далее вот вот молоко в последнее время очень многие говорят что из-за молока в организме много проблем у людей а я молоко обожаю ну я свой организм приучила и максимум пью кефир и вот воду без газа и мне этого вот так с головой в магазин на молоке есть все кроме молока пить можно кстати да вы прочитали шантарам какие впечатления друзья мои я прочитала первый том это книга которая мне настолько она поначалу мне вообще не понравилось потом я попала в такую ситуацию тяжелую в моей жизни и эта книга была со мной рядом я ее начала читать и можно сказать благодаря этой книге я спаслась от очень нехорошей ситуации в моей жизни поэтому книгу нужно читать в правильном настроении поэтому я вот с собой на море беру вторую часть вот видите у меня четыре книги сейчас смотрите вот у меня четыре книги то есть первый и второй том в двух книгах то есть первый том вот я его съела грубо говоря за пару дней вот это вот если в реальном настроении читать и вот это второй том я беру с собой в Египет буду читать там надо еще что-то с собой взять хочу какие-то детективы почитать поэтому я в восторге эта книга очень очень сильно помогла мне да я живу в Киеве своя квартира да если вечером выйду мой окно пизда так ты поняла что у меня завтра вылет в пять вечера надо кстати у Бригаса спросить может он тоже блин будет со мной улететь так вкусно разговариваешь когда ешь может быть привет тебе с Дарницы вам тоже красотка передай привет Астрахани привет вам привет Релла тоже сейчас смотрит секс в большом городе а вы что гоните вы все смотрите секс в большом городе Рут напиши любимого персонажа секса в большом городе саманта я саманту обожаю вы все это моя любимица а вообще вообще каждая по-своему интересна то же самое как отчаянные домохозяйки там каждая по себе тоже интересная да но естественно у меня на первом месте саманта это женщина с которой меня ассоциируют тоже но я не настолько подорва как она например мне так кажется какими кремами пользуешься очень хорошая кожа она не очень хорошая так так кажется обычными кремами о свадебное платье не вея в белой баночке я как не будьте просто буду вам сделаю видосики и покажу все что у меня стоит я к тебе присоединюсь к тебе пью коньяк шашлыком и тебя хорошая наша ой вам хорошего вечера привет и красоточка привет давно не виделись Максим я вас знаю красивая улыбка спасибо Римма привет из Питерова хорошего отдыха вам тоже грудь покажи пошел нахуй ммм 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 шоколад Аленка сказали очень любят на ресепшене тоже взяла короче все то что я не ем я с собой беру но оно реально занимает место в чемодане я не знаю как я с собой возьму все что мне надо как вы относитесь к семейке африкантовых никак Главное купальники бухач о кстати мы вчера еще с сестрой короче ходили по делам да там скупались и шли короче мимо я не могла найти купальники в очередной раз ходили бродили нигде ничего нет и короче идем с ней уже домой возвращаемся идем мимо автобусной остановки и там короче на стенде как таких вот этих знаете полу-женщины висят купальники и сестра такая подкальнула говорит вон купи себе говняный какой-то купальник да и все в общем в итоге я ну а пошли зайдем просто посмотрим такой маленький-маленький павильончик которым я еле-еле потом поместилась в общем в итоге в этом павильоне я нашла на себя купальника 2 который вообще хер где найдешь и вообще недорого ну я конечно от них взяла только лифчики потому что эти трусы которые там продаются я такой не ношу я себе трусики отдельно покупаю на завязочках но лифчики то что надо поэтому если что на отдыхе будете видеть на мне черный и яркий купальник это у меня тупо из маленького магазинчика на остановке автобусной еще в Египте любят семечки очень о семечки окей ты классная жизнерадостная такая больше бы таких людей спасибо вы шикарки хорошего отдыха привет из Ростова спасибо книги не бери в электронном виде почитаешь место лишнее не 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 я книги люблю только в бумажном переплете электронные вообще не люблю вообще не люблю я люблю запах бумаги съешь еще клубничку а зачем шоколад и рыбу брать для персонала на ресепшене когда договариваетесь о номерах нужно давать или деньги или многие берут шоколадки а там именно любят аленку шоколад аленка вот давайте заблокирую одного ублюдка чтобы он нам настроение портил да за спиной книги шантарам вот что я говорила а рыбку это моя сестра говорит что они когда были в прошлый раз в Египте то очень многие персоналы особенно ребята с Украины те которые аниматоры ну российские они очень сильно скучают за нашей рыбой поэтому я взяла с собой платву полосатики вот такое спасибо за комплименты всегда твоего всегда моего всегда нашего Римма напиши на какой остановке киоск метро Харьковская напротив остановки по моему 101 или 102 блять как сказать там короче 45 а нужно перейти пятачок и там по моему 102 останавливается возле перехода не в метро а именно переход там где продают еще вещи и вот на улице там напротив шаурмы приветик Римуля в Египте на экскурсии поедешь нет я не хочу никаких экскурсий я хочу быть на отдельной территории никуда не лазить я была на экскурсии в прошлый раз в Египте и мне было не очень комфортно ты любишь помидоры нет я больше огурцы люблю полнейший позитив спасибо Римма ты классная девчонка спасибо еще любят констанайский шоколад баян сулу ага Римма в Киеве реально найти работу для жителей Славянска не знаю десятая маршрутка на Бортниче о да десятая маршрутка на Бортниче Рут моя сестра написала вы очень ранимы не обращайте внимания на дебилов я не обращаю все поняла так привет привет ну блин просил же меньше мата если вас что-то не устраиваете на сто первый километр с потрохами вон отсюда помните как сказали вон ну и все Людмила Сильна приветик Римма ну передай мне привет ну привет хорошего тебе перелета и отдыха спасибо кукусики помните когда мы у вас были в Пензе на даче какая у вас огромная клубника росла чуть ли в руку еле еле вмещалась а у нас конечно не такая большая помните как мы с вами кушали ее и собирали ммм Рут во чего ты злишься тебе не надоело критиковать меня я не критикую да я что должен молчать чтоб ты скрип Риммочка сейчас я тебе звездочка мы тебя любим сестрой и очень-очень за тебя восхищаемся спасибо амишка за человек эй человек человек Рут заходи ко мне коза будешь помогать мне чемодан собираешь чтобы она тебя психовала Римма не Римка без мата Римочка ты супер спасибо с чем винишко винишко с сыром с колбаской с клубничкой и с горошком Нижнекамскую привет очень правильная позиция на непрошенную критику сколько у вас килограмм клубники стоит грамм 150 вино полусухое Римма привет а сколько ты весишь все мое ладно ради того как ешь клубнику буду смотреть без звука я с вам и тельки по его приятного аппетита Римуль больная тема где берешь купальники я же только что говорила когда как вот вчера нашли совершенно спонтанно магазин который находится на остановке автобусной маленький кусочек базарного киоска в котором куча классных купальников недорогих по 550 гривен блять сейчас покажу парочку которую взяла короче один из них смотрите яркий вот такой красивый короче очень хорошо держит грудь ну и трусы большие я их не ношу то есть мне главное лифчики вот красивая расцветочка яркая а второй вот такой я его тоже немножко под себя сделала короче покупаю лифчики по 550 гривен да и второй вот такой который через через шеи вот такой поняли да так что вообще я вот это думаю может пойти еще у нее купить наперед ну трусы такие я же говорю я такие трусы не ношу у меня трусики все отдельно на завязочках поэтому вот так вот такого плана трусы может на ком-то и красиво но я как бы одела оно мне идет да они как бы высокие красивые симпатичные да но но для меня это сильно большие я люблю чтоб минимализм был пляжную сумочку взяла с собой с ананасами короче как сорока похвасталась да Римма слитные не любишь нет я слитные не люблю максимум я вон там фоткалась в слитном очень они идут но я люблю раздельные второй прям зачетный а я в этом году много хороших купальников недорогих на алике взяла купи киоски будет тебе счастье Рут пизда о как романтично блин по сорок три года и как все романтично Рут может у меня еще у нее взять купальник или лучше не брать просто если бы другая расцветка была понимаешь а то получается этот голубой тот оранжевый второй римусе классный так что на отдыхе в плавках не не грустила люблю тебя римуля дайвинг есть в планах я не умею плавать и не хочу я хочу возле воды просто быть хорошего отдыха спасибо купальники крутые они не крутые но они нормальные то есть купальники которые хорошо сидят на моей груди и на мой грудь тяжело найти но я сама собиралась его купить два алмаза в нашу годовщину сегодня пять лет как мы встретились на рынке всегда куча интересного тебе нравится мы хотим с тобой епить ну так вперед да я сама выпиваю закусываю и плюс 337 человек а маска с ластами не хватит у тебя еще есть лучше бухочку пить рут я купила себе кстати вот у виски который недорогой но очень хороший глен морис яблочный он очень легкий классный я думаю может его перелить в пластмассовую бутылку пизда римуля халатики свои бомбические берешь конечно вон постиранные висят на балконе зеленый красный все возьму памир привет ханыга сказала свое слово масляные любишь духи не знаю смотря это надо все нюхать а где плавки берешь отдельно покупаю плавочки я люблю трусики раньше носила полностью стринги но сейчас уже я думаю это не очень симпатично максимум в них загораю а вообще самые практичные трусики и красиво и под для загара это трусики на завязочках по бокам их можно и в попу засунуть и высунуть и красивенько смотрится и визуальный эффект вытянутой ножки на улице узнают а как вы думаете ой римуля наконец-то ты рано вышла в эфир я на тебя попала а то у нас разница с тобой пять часов а зимы попасть в твои эфиры не могла ну привет привет горох ешь да что то видите я разговариваю нет времени поесть глаза красотка спасибо это все нарученные ресницы нарастила себе реснички очень красивые аккуратненькие рут твое любимое слово реснички и цвет купальников тебе очень идет знаете заметила что бывает такой момент что есть люди которым тупо все идет вот лима это серебро или золото ну пока я ношу серебро все мое золото пропало в ломбарде и пока в серебре все и в нем проще ходить не боишься что порвут посмотри как поведут себя в воде купальники да это я знаю эти купальники обычные купальники плавки отдельно покупаешь черненькие когда как есть черненькие есть розовые есть смотря какие померила понравились купила привет римуля красоту ли цвет волос такой есть или это маска инстаграм девочки я вчера покрасила волосы в черный свет с синим отливом но плюс еще тут оттенок фильтровский поэтому немножко синевые фильтр дает вы что гоните чтоб я была с синими волосами так рима расскажи про ресницы потом знаю когда когда не знаю как налепить до или после напишите мне в директ я потом отвечу так смачно кушаешь побегу есть колбаска хватит купальники может еще там что исподобиться что так дорого Казань привет я римуля не ритуль пользуешься спреями для тела какими спреями какими спреями у меня для тела рексона сухая и спрейная и спрей для лица водичка гиалуроновая пшк 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 как это называется блять вода термальная во везет тебе отдыхаешь а я на работу собираюсь с хорошего настроения чтобы не ревела больше хорошего дня римуля скажи пожалуйста еще раз название яблочного виски или покажи бутылку друзья мои что вы меня разводите хорошо но все рядом со мной слышали да звук бутылок вот такой виски друзья мои он вообще не дорогой очень мягкий от него никогда не плохо глэм морис яблочный очень классная 89 грн по моему стоит 0,5 отличные виски рима здравствуйте как вам зеленский есть прогнозы мне все равно кемеровский тебе привет а че кемеровский что ты разговариваешь и правда ничего не ешь ладно все я прокручиваю и мне надо немножко перекусить а то я ничего не ела сегодня ты говоришь солнышко хорошо тебе отдохнуть самое главное ехать на отдых с позитивом когда на отдых будешь спасибо да я постараюсь я постараюсь мне единственное что моя совалиночка ну астролог моя замечательная уже подруга и близкий человек она сказала что осторожно быть с левыми людьми и желательно никуда не выходить за территорию отеля ну я говорю я не собираюсь зачем выходить на территорию отеля шесть тысяч блять людей может быть кушаем колбаску где купить такой виски везде 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 девочки везде я у нас жарко у нас жарко да тридцать больше градусов даже ты такая удивительная и я не понимаю как я мог так с тобой рима ты была в краснодаре честно говоря я не помню на доме 2 когда были мы часто ездили по гастролям по разным городам вот наверное наверное не были казахстанчик привет вам большой что лежит у тебя за спиной книги шантарам я еду по виске это я беру с собой в Турцию в Египет а сейчас я пью вино римочка если бы я знала как я тебя люблю приезжай ко мне в Сочи встречу с удовольствием я так тебя люблю солнышко тебе можно написать конечно можно написать у меня в Сочи столько хороших знакомых есть и тоже меня зовут в гости но друзья мои ну так получилось что я очень хочу поехать в all inclusive побыть сама с собой наедине учитывая мои последние обстоятельства жизненные поэтому спасибо вам большое за приглашение я просто еще не люблю приезжать в чужой дом потому что я чувствую себя некомфортно в плане я не люблю напрягать хозяев я не люблю что fez в меня крутились я себя чувствую некомфортно потому что я могу мешать понимаете то есть людей не могут расслабиться при мне я не могу расслабиться при них ну поэтому ну я понимаю что люди разные бывают но в то же время я же стеснятесь меня напрягает то что то я напрягаю. Так, Екатеринбург, привет. Алсу, привет. Спасибо тебе за то, что ты такая есть. На Доме 2 смотрела, заметила тебя, модель Excel. Теперь следую за тобой. Скоро увидите меня еще в одном сумасшедшем проекте. И офигеете. Ты такая же вкусная. Без астрологии, понятно, что с левыми людьми осторожно. Не-не-не, типа не выходить за пределы отеля. Я просто не люблю выходить за пределы отеля. Я почему люблю пятизвездочные пятизвездочные отели, вот эти на первой линии, потому что они огромные и у них все есть, для того, чтобы можно было отдохнуть. А вот это, когда начинают люди лазить на эти всякие экскурсии, блядь, это уже не отдых, понимаете? So beautiful, thank you very much. Раньше была любимая соточка, теперь 360. Теперь вы все мои любимые, нормальные, адекватные люди. Да, я курю иногда. Римма, ты такая простая, своя родная. Спасибо, Риммочка. Скажи, пожалуйста, еще раз название виски яблочного. Глен Моррис. Глен Моррис. Короче, понятно, я ее достану. Делайте скрин. Делайте скрин. Поставлю вот так. Пусть думают, что я алкашиха. Спонсор показу Глен Моррис. Вискаик залился и не обрыгался. 200 человек. Блядь. Ладно, не лезется. Да ну что ж такое, блин. Ты подводный мир сказочный. Начинайте каждое утро заплывом в маске. Я не умею плавать. И мне этот мир подводный до сраки. Я еду, блин, к подводному миру, а не в него. Я с тобой розовое шампанское малинка. Приятного аппетита. Мужики египетские сойдут с ума от такой красоты. Будь осторожна, чтобы не украли. Я знаю, я там была. Я ж была два года назад в Египте с очень плохой компанией. Очень плохо отдохнула, заболела, блядь. И просто пиздец был. Я вам говорю, с первого дня я хотела свалить. И пришлось отдыхать 14 дней. Еще потом в подарок дали еще один день. Я говорю, отпустите меня уже отсюда. Не надо мне ваши подарки. Отпустите. А когда вы ехали на дискотеку, у меня аж на тот момент голоса не было. Пропал голос, кашель. Одно ухо не слышала, аллергия. Привезли нас на дискотеку аниматоры. А там, короче, на этой дискотеке столько красивых египетских вот этих Аполлонов. Ой. Они подходят ко мне знакомиться. А я мало того, что, блядь, язык не знаю, так еще и голоса нет. Классный отдых был, да? А сколько по цене обойдется примерно отдых в том, куда ты едешь? Зайдите в интернет и почитайте про этот отель. У всех разные расценки. Римма, ты нашла себе вторую половинку? Нахуй она мне сдалась, блядь. Мне эти половинки заебали уже, блядь. Сколько стоит путевка? Друзья мои, вам не кажется, что вы, блядь, ну, реально, некорректно себя ведете? Какое ваше дело? Не лезьте в кошелек другим людям. Видите, название отеля зашли, почитали, сколько что стоит. У нас в Украине, кстати, дороже стоит, чем в России купить эту путевку, я заметила. Я знаю, есть традиции на плитваде, Римуля, с Пензерами не общаешься, так к ним в Турцию съездила. Не, мы не общаемся. Еще с тех пор, как я ушла с Дома-2. Какой проект, не могу сказать. Все увидите потом, в конце лета. Сайка, я тебя встречу, так что ты будешь в шоке. Я живу одна, тебе понравится. Я буду ждать тебя в Сочи всегда. Я хочу, чтобы ты приехала, дорогая. Ты для меня пример всегда. Викуля Присиджина. Викулечка, спасибо большое. Возможно, когда-нибудь это и случится, но не сейчас. Случайно проект не половинки на... Нет, какие половинки вышли. Повтори, пожалуйста, имя астролога. Савалина. Она у меня в подписках есть. Я на нее подписана. Савалина. Ждем и уже хотим офигеть. Это я по поводу нового проекта. Обожаю вас. Ты шикарная. Спасибо. Я что-то такое виски не видела. Дьюти-фри есть? Друзья мои, ну вы что? Ну как такого виски? Оно везде продается, кстати. Ну блин, оно реально одно из самых недорогих. И вкусные, вкусные виски. Реально вкусные. Глен Моррис 05. 80-90 гривен стоит. Я вас прошу. Встречайте новый Galaxy M10. Так подарите, встречайте. Подарите мне его. Мне, кстати, нужен опять новый мобильный телефон. У меня не справляются телефоны, блядь, с памятью. Вообще просто пиздец какой-то. Эти обновления приложений забирают всю оперативную память. У меня ни хрена не вмещается. Это просто жесть. Купила полгода назад новый Samsung. Ничего не вмещается. Все. Все приложения, которые мне нужны, мне приходится их удалять, чтобы, блядь, память была. Viber, WhatsApp забирают больше всего памяти. Просто пиздец. Так вот. Какой покупать телефон, чтобы была большая память? Я не знаю. Дорогой я не могу себе позволить. И плюс мне жаба давит. Ну, короче, ладно, проехали. Вот. Глен Моррис. Яблочный. Продается в АТБ. Я покупала в АТБ в Украине, если что. 90 гривен. 30% алкоголя. 30%. Во. А что мне еще остается? Ты не отвечаешь на мои звонки. Ты говоришь со мной только, когда ребенок рядом, и я ничего не узнаю. Что еще можешь мне сказать после того, что ты совершил? Примуля, уже миллион схожит с тобой. Заметила так еще и тебя. Люблю отельную жизнь. Всегда Турция. Пять звезд. Я хотела в Турцию, но в Турцию дороже было. И те отели, которые я хотела, в два раза дороже, чем в Египте. Поэтому лечу в Египет пока. Если бы я летела с каким-то другим, ну, с человеком хоть каким-то, да? Ну, вот я уже просила. Я хотела с сестрой, но она не могла. Вот. Уже подружек просила. Те подружки, которых хотелось бы взять, они или не могут, или, блядь, в Египет не могут. То есть было бы намного дешевле, как бы, да? То есть я лечу в Тур, беру полная сумма, да? То есть на одного человека полная сумма. Если на двух человек, то вот эта полная сумма делится на двоих. То есть, ну, немножко жаба давит, поэтому пришлось ехать в Египет. Но с другой стороны, вы знаете, прошлая моя поездка в Египет была очень неудачная, да? Все, кто мои подписчики были со мной на тот момент, вы видели этот пиздос, который происходил? Я думала, это же... Как я без голоса с вами общалась. Ээээ, вы такие с вами разговаривали, оба мне тебя. Пиздец. Выпила три джентоника со льдом, блядь, и голос пропал. Кашель ужасный. Аллергия. Непонятно на что, учитывая то, что я была не аллергетиком. И в очередной раз хочу сказать, возможно, сейчас кому-то пригодится. Аллергия у меня, как оказалось, знаете, на что была? Ужаснейшая аллергия, непонятно на что. Я перед тем, как лететь в Египет, я пошла сделать себе тростниковый загар, вот этот автозагар. И эти курицы, сука, в салонах, блядь, лишь бы заработать денег, понимаете? Они меня не предупредили о том, что нельзя делать перед отдыхом, перед солнцем этот загар, потому что спровоцирует аллергию. Так что, девочки, всех призываю, перед солнечными ваннами не делайте никогда тростниковый загар. Лучше сходите пару раз в солярий, подготовьте кожу, но не ходите перед отдыхом в тростниковый загар. Зайка, Римочка, дорогая, приезжай ко мне в Сочи. А, уже прочитала. Так, Римочка, не боишься ехать одна или ты уже нашла себе попутчиков? Ну, немножко, как бы, очко жим-жим, но с другой стороны, как будет, так и будет. Ну, так получилось. Я уже в последний момент даже кого-то звала. В последний момент уже звала. Даже, блядь, вы не представляете, кого? Ну, никто не может. Такое ощущение, что я просто должна сама полететь. Поняли? Какие пынзари? Они маму свою в отеле поселили, а Рима там делать нечего. Не, я с ними давно уже не общаюсь. Слышала про развод Славы Каминский. Нет, не слышала. Слава разводится, что ли? Ничего себе, что-то новенькое. Замуж за Пинжиеву проект. Ох, я представляю этот проект. Замуж за Пинжиеву. Вот это, я представляю, как мне мужиков привезли. Слушайте, надо же, блядь, кушать. Я не ем ничего. Римочка, айфон, там нереальная память. Что касается айфона, вы знаете, я больше, почему к Самсунгу тянусь, потому что у Самсунга намного круче камера, намного круче батарея. У Самсунга две сим-карты. И у Самсунга лучше, что-то там еще лучше. Вот, поэтому вот так. Что касается памяти, я же говорю, у меня что-то вообще беда с телефоном, блядь. У меня такая же фигня, Самсунг говно. Не, Самсунг не говно, просто... Это, знаете, такой маркетинговый ход, когда люди покупают себе телефон, да? То есть, большинству не нужна память. Память нужна медийным людям, которые сидят в телефоне, которым нужна информация, нужны фотографии, нужно все обрабатывать, это все должно быть, вот это вот все-все-все наполненное, вот эти приложения всякие, вот. И каждое обновление все больше и больше памяти хавает. И все, память оперативная загрузилась, блядь, и все, ее нет. Надо купить новый телефон, который уже еще круче. То есть, поняли, маркетинговый ход. А так, по сути, Самсунг, ну, нормальный. Ну, и у меня тоже с телефоном такая же хрень. Вот, САП удалила, фото постоянно удаляю, бесит. Вы знаете, что в Самсунгах нужно еще самим вручную удалять спам. То есть, никакое приложение вам не поможет удалить спам. Есть вещи, которыми... А-а-а, Кэрри, невеста, я посадила птицу на голову. Нужно очистить вручную самим, чем я и занимаюсь постоянно. Потому что спам берется от всего. Вот, от любой фотографии, которую открываю, спам откладывается, и его нужно вручную чистить. Такие серые окошки, серые, которые, ну, не открываются, их нужно вручную все самим чистить. Производитель виски? Так, производитель, блин. Подождите, я не умею, блядь, находить это все. Блядь, и адрес. Дата. А где, блядь, и производитель? Акцизка есть, значит, не паленка, правильно? Акцизка есть, значит, не паленка, правильно? Не написано, прикиньте. Забейте в интернеті, прочитайте. Виски Глем Моррис. Производитель. Сертифицированный продукт, написано. Спирт люкс. Мецный алкоголь. Вместо тилевого спирта 30%. Массовая концентрация загального экстракта 12 на 100 сантиметров. О, господи, большая информация, большая грузива. Я прокручиваю, ребятки, я так классно материшься. Почему сестру называешь Руд? Ой, эту историю уже сто раз рассказывала, но я так понимаю, вы не знаете. Помните сериал был, вот этот, бразильский сериал «Секрет рапиканки». Там было две близняшки, Руд и Ракел. Так вот, когда был уже наш папа, папа любил больше сестру-младшую, Риту. И на тот момент шел сериал «Секрет рапиканки». И вот там этот главный актер, отец этих дочерей, был похож на нашего папу. И он всегда говорил, вот Руд это моя, а Ракел это мамина. И получается, Рита с тех пор была Руд, и до сих пор она Руд. А я была Ракел, типа плохая, злая, мамина доти. Ну и вот по сей день у меня сестра Руд. И не только для меня. Производитель Украины. Ну, скорее всего, загребли с этим виски, отстаньте от девушки. Ааа, свадьба начинается. Еще люблю вот такие вина, инкермановские. Недорогие, легкие, и от них не бэкаешь тоже. Сегодня я пью полусухое. Хотя я люблю больше полусладкое, но ладно. Шатоблан. Надеюсь, я с вами сегодня и нажрусь. А сериальчик был огонь, да. Так я его иногда периодически тоже смотрю. У меня есть, ну знаете, вот я очень люблю, когда готовлю, когда готовила. Всегда себе включаю какой-то сериал из прошлого. Из детства там какие-то или савдеповские фильмы, вот эти советские, или бразильские, мексиканские. И я возвращаюсь вот в это вот состояние детства, вот этих ощущений. И вот один из сериалов дежурных, это вот «Секрет тропиканки». Вилла, Крим, Рожева. Я, кстати, хотела его сейчас купить, но оно полусладкое. Я хотела сегодня полусухое попить. Поэтому взяла Энкерман. Выходи с Руси, прямой эфир. Энкерман иногда плохо идет, даже если мало выпить. Не, ну каждому свое. Тебе не жарко сейчас? Горю. «Чернобыль, смотрите?» Нет, я не смотрю. Много слышала о этом сериале. Сказали, что он очень тяжелый, и мне сейчас его смотреть нежелательно. Мне и так нехорошо. Бровки классные, спасибо. Многие советуют к Xiaomi телефон. Не хочу никаких японцев, вот этих всяких левых. Есть проверенные телефоны. Samsung, iPhone, все. Вы помнишь Мария Лена в сериале? О, вы что? Это один из наших любимых. А никто, кроме тебя. А то вы, что там столько этих сериалов классных. Буассон, Элит, Бавильер, Групп, Украина, Черкасса, город, Черкасская область, Черни... А, о, поняли, да? Вы написали, кто производитель, виски, виски, Глен Моррис. Наши делают, наши. Шампанское пью, но в последнее время я стараюсь не пить газированные напитки. Я заметила, я когда пью газированные напитки, мне на утро херово. Я, кстати, всегда, когда пью водку или коньяк, я всегда запиваю каким-то газированным напитком. Я заметила, когда запиваю негазированным напитком, мне нихреново. Поэтому стараюсь газированное вообще исключать со своей жизнью. Москва слезам не верит. Да, это, да, вот я недавно в ванной мылась и включила себе. Москва слезам не верит, оно ушло себе под шумок. Слюни пускают на вино и клубничку. Жаль, с алкоголя вечно рубят спать. Не всегда. Девочки, про Чернобыль что рекламируете посмотреть? Xiaomi, фу, он, видите, только Samsung. Xiaomi, у меня нормальный телефончик. Ну, я же говорю, кто, как, как мне мой бывший сказал, что тебе какой телефон не купит и все убьешь, учитывая то, насколько ты их нагружаешь. Я говорю, так извините меня, блядь, а зачем телефоны тогда создают, блядь, такие мощные, если их не нагружать, правильно? Сегодня день России. У меня голова болит всегда, даже если я выпью пол-литра пива. Жадий сериал бразильский. Клон, клон, да? Видела вас, постеснялась подойти. Где вы меня видели? В маршрутке? Не стесняйтесь, хочется подходить, подходите. Беверли-Хиллз, район Миллороуз, помните? Классный сериал, район. Он сейчас же, короче, летом же запускается Беверли-Хиллз с участниками новый сезон, который уже взрослые участники, актеры. Полтава, привет. Сериал Елена, ребята, во, это вы все, конечно. Римма, завтра в море уже, да. Ну, я, оказывается, приезжаю вечером, поэтому, ну, то есть у нас перенесли уже, блядь, перелет опять для чартера. С 13.00 на 16.50. Надеюсь, больше не будет никаких изменений. То есть я прилетаю только в 19.20, там что-то около 8, пока туда-сюда, поэтому я, блядь, приеду и сразу, блин, заселюсь, блин, и буду с вами виски, наверное, пить. Или попаду на выступление, хотя хер его знает. Ну, посмотрим. Мне главное, чтобы мне дали хороший номер, для меня это очень важно. Потому что если будет хуёвый номер, блядь, я не знаю, блядь, я буду очень бешеная. Любишь кино, сваты? О, сваты обожаю, да. Я помню Дикий Ангел, тоже люблю. Дикая Роза, тоже. День теряется, да. Я живу на Харьковском. Я бы тебе не что-то подошла бы, я бы подбежала к тебе, обняла и пошли бы с тобой бухать, не обмывать знакомство. Вы знаете, я каким бы там добрым человеком ни была, я не люблю вот этого. В Москве так часто было, я когда ушла с дома 2, я перестала выходить на улицу, потому что стою на остановке, да, жду маршрутку или там такси. Люди подбегают, обнимают, целуют, но я же их не знаю. Нельзя, нельзя так делать. Я не сестра, не брат, понимаете, не мама, не тётя, не надо меня трогать руками. Я не люблю, когда меня трогают руками посторонние люди, не люблю. Меня даже мои близкие спрашивают, можно ли меня под ручку взять. Для меня моё личное пространство это очень важно. Меня нельзя трогать, я раздражаюсь. Как мне сказал мой энергетик, то что у тебя очень сильно большое биополе, сильное, и тебе нужно его, ну, нужно аккуратно с ним обращаться к другим людям. Нельзя в него ходить без разрешения. Так что осторожно, лучше спросить. Богатые тоже плачут. Вот этот сериал я его тупо вообще не помню, вообще. Санта-Барбара тоже не смотрела. Это точно, должно быть личное пространство. Клон показывает на канале Юй, наверное. Ты просто человек хороший. Сериал Друзья. Ну, Друзья, это тоже у нас дежурный сериал. А по плечу похлопать можно? Ну, вы представляете, вы стоите себе, а к вам, блядь, левый человек подходит и хлопает вас по плечу. Ну, вы вот на себя одевайте ситуацию. Одевайте. Объятие мужчины это другая тема. Ну, друзья мои, я говорю про посторонних людей. Осторожно, 220. Я был в такой сериал, жена Иуды, не знаю. О, в Мексику приехали уже. Сериал просто Мария тоже любила, да. Ну, что, приступаем к горошку. Рима, придай привет Марине. Мариночка, привет. Пожалуйста. Рима, ты супер, привет из Астрахани. Римуля, красотка, спасибо, вы тоже все. Ничего. Кассандра, помню, тоже смотрела брюнетка, эта красивая, да. Барнаул, вам тоже огромный привет, нашего жаркого Киева. Возвращение в Эдем, ооо, да, класс. Привет, красотка, вкусный горошек, да. Сладкий. Донбасс, привет. А Оле, привет. Какой Оле? А Олечка, тебе привет. А что, вы любите смотреть, типа, каникул в Мексике? Тоже смотрела, классный сериал, шоу. Как всегда, прекрасно, спасибо. Хочу горох тебе. Угощаю, целое ведро мне мама купила. А горошек, не, я кожуру не хаваю. Не скучно одной пить? Ну, как мне может быть скучно, если я сижу сейчас, и 320 человек сидят на меня смотрят. Унесенный ветром, обалденно. Червяков, горошек, нет, это нормальный горох. Когда жизнь не есть, это белок, ничего страшного. С таперок, говорят, мой сын, когда я начинаю пересматривать сериалы. Скажите своему сыну, чтобы он так не разговаривал и не говорил такие вещи людям. Так некрасиво. Блядь, сегодня захожу в магазин, покупаю вот это же себе алкохоль, да, в Турции, в Египет. Подходит ко мне парень моего роста, такой, простите, пожалуйста, вы можете мне купить слабоалкоголку? Я говорю, в смысле? Ну, я поняла, что он малой, а ему не продадут. Я говорю, ты нормальный чувак? Ты меня хочешь подставить или что? Ну, я просто сегодня сдал экзамены, я хочу это отпраздновать. Я говорю, ты хочешь отпраздновать это, блядь, в мусарке? Вместе со мной? А потом, когда уже вышла, думаю, блядь, может надо было купить пацану, блядь, слабоалкоголку, друзья, как вы думаете? У него в руке были деньги, он не то, что у меня просил, поняли? Как вы думаете, блядь, нормальная поступила, что отказала ему? Тем более охранник постоянно рядом ходил. Сегодня скарлетт идет по-домашнему, ага. Пусть мамаша покупает ему нахер. Нет, честно говоря, мне немножко стыдно стало потом, думаю, может малому реально захотелось бухануть. Ну, ему, наверное, лет так 13-14, поняли? Я немножко растиралась. Я думала, он меня просит, чтобы я ему купила. А потом вижу, в руке у него деньги. Но людей в магазине было очень мало, и охранник видел эту ситуацию. Понимаете, да, что я могла немножко некрасиво поступить? Нормально поступила, а, ну все. Спасибо, ребята, я поняла за поддержку. Надо было морально поучить. Так я его еще поучила морально. Нечего пить, если не положено. Вот-вот. Как на личном у меня. Почитайте мои последние посты, пожалуйста. А помнишь, моя вторая мама и Антонелла? Антонелла, помню, моя вторая мама, помню, но не очень сильно. Сок надо было дать. Да там, ой, моего роста такой, блин, малой еще, нормальный уже, такой взрослый малой. Правильно сделали, у меня похожая была ситуация. 13-14, кошмар, моему сыну столько же. Передай, пожалуйста, привет, Айгюль. Рим, в каком возрасте первые попробовали алкоголь? В первом классе мне вина дали выпить, я опьянела. Здравствуйте, Римочка, привет. Сильно прибывкнуть хотела, раз просил. Не надо было все правильно. Хорошо, что у нас в молодости не спрашивали паспорт. Делись с горохом. Правильно, что не купила. Ресницы красивые. Да, очень красиво девочка сделала. Тьфу-тьфу. Я еще посмотрю, как они будут носиться, но учитывая то, что она вчера мне их нарастила, ни одна еще не выпала. Тьфу-тьфу. Ольчик, привет, моя хорошая. О, Олечка косметолог у нас тут появилась. Да, она очень хорошо мне сделала. Нужно что-то делать, чтобы выцелить мою секунду. А, дорогая, ты уже не делаешь. Римуля, сон. Масечка, я тебе там написала в этом ватсапе. Прочитай мое сообщение. О, у меня заканчивается прямой эфир. Сейчас, короче, он закончится, я выхожу сразу же опять. Окей? Во имя любви тоже помню, да. Класс. Так, друзья мои, сейчас оно заканчивается через 5 секунд. И сразу же автоматически выхожу опять. Это быстро в упор.